Всем здорова! Сегодня я хочу рассказать этапы строительства. Сегодня 26 декабря, скоро Новый год. И где-то недельку назад у меня завершили вот эту постройку и крыша полностью сделана. На сегодняшний день получается верхняя часть вся готова. Внизу я еще поставлю в этом году зимой, будут двери. Здесь будет у меня тоже большая дверь, которая автоматически открывается. Ну, дверь в гараж. И внутренние двери, окна. Сейчас я переключу камеру. Продолжаем. Таким образом выглядит на данный момент постройка. Как я сказал, полностью под ключ сверху все сделано. Крыша есть, окантовочка, водосток. Все это дело уже на 100% готово. Только вот моменты стыковки с самим домом. Там нужно будет весной или летом промазывать мелкие щели. А так в целом все готово. Будут двери. Здесь гаражная дверь, которая будет с пульта откатываться. Ну, как обычно, в общем. Отсюда выглядит таким образом. В общем, такой длинный такой проход. Мне нравится. Сделали все четко. Короче, как заходим в гараж. Вот, машина заезжает. В левую сторону это у меня тамбур. Прежде чем домой зайти, тамбур у меня будет тоже утеплен. Ну, здесь переодеться, все такое. Снять ботинки. Весь этот момент. А потом только уже вы попадаете домой. И вот сейчас представьте, если бы я открывал дверь. И на улице сразу вот такой снег. И все это дело задувает домой. Обломная тема. А у меня это все дело построено из камня. Могу, например... Пример есть. Вот там через один дом. Люди сделали застекление. В общем, пластик и стекло. Ну, как оконные пакеты. Вот. Тоже, в принципе, неплохо. Но такая тема мне не нравится. Лично мое мнение это... Ну, смотрится, в общем, не очень. Мне больше нравится, когда все дело застроено качественно и на тысячу лет. Это мой гараж. В гараже есть два окна. Крыша на данный момент выглядит таким образом. Сверху идет утеплитель. Здесь больше второй раз утеплять я не буду. Будет делаться здесь гипсокартон. Дома, например, от застройщика, когда я дом покупал, там стандартное вот это утепление есть. Я еще раз утепление сделал и звукоизоляцию. И потом двойной слой гипсокартона. Чтобы, в общем, шумка была нормальная. Тут идет стыковка с домом. Они вырезались. Вот, как вы видите, вот такая вот балка идет. И вот на эту балку уже сажали вот эти доски. Вот она, стыковочка с домом. Все сделали грамотно. Там положили крышу, там делали вот этот угол, типа конек. Здесь будет просто гипсокартон. Все. Двери. Отсюда сразу попадаем в хозблок. Тут будет дверь стоять. В хозблок. Здесь будет размещен у меня генератор, который будет работать от бензина. В том случае, если, например, будет выключаться свет, у меня газовое отопление. И вот этот газовый котел, он работает от электричества. Да и просто электричество. Не так прям редко отключают здесь электричество. Но два раза это происходило. На несколько часов проводились какие-то работы. Что-то там проводилось. И обломно. Во-первых, холодильники работают. Они начинают таять, оттаивать. Да просто сидишь, работаешь, и света нет, и все обломно. Интернет, роутеры. Все это дело работает от электричества. Поэтому здесь у меня будет вот этот генератор. Или как он называется. И он будет автоматически заводиться, в том случае, если вырубается свет. И отсюда буду выводить, чтобы все эти газы уходили. Ну и всякий там хлам в виде лопаты и всякая фигня. Короче, все, что не нужно. И отсюда мы выходим сразу вот. Получается гараж. Выхожу. Вот эту я вам показывал. Выходим на задний двор. Здесь у меня вот построечка продолжается таким образом. Здесь я сделал колонну. Вот такую. Тут у меня будет место отдыха. Что-то типа там шашлычки, барбекю и все такое. Будем здесь отдыхать всей семьей. Сейчас чуть подальше. Чтобы можно было это все дело понять, как это выглядит. Это задняя часть дома. Вот там гараж получается. Ход с блок заканчивается. И вот этот угол. Он еще и так вот. Высоту получилось очень объемно. Прямо шикарно. Здесь сзади дома выход. Я продолжил и сделал еще дополнительное помещение. Ну, это типа зал что ли. Чтобы сделать отдельный зал, отдельную кухню. Потому что получается у нас совмещенная тема. Половина идет кухня, а та часть идет типа зала. Где вы можете кино посмотреть и все такое. Ну, это дело малек обламывает. Потому что на кухне жена начинает готовить. А ты смотришь какой-нибудь фильм. И все это дело, конечно же, обломно. Поэтому я решил вот отсюда выход. Сделать еще одно помещение. Где будет чисто киношки, гости сидеть и все такое. Также стыковочка с домом. Вот такая вот балка врезалась. И здесь мы сдублировали окно. Входная группа. Все прямо сюда. Здесь также окно. Входная группа. Все уже готово. Тут у меня бетончик залит. Можете посмотреть другие ролики. Все четко сделано. Здесь у меня будет теплый пол. Там стяжка, теплый пол. Плитка. Вот таким образом. Все это будет летом штукатуриться. На сегодняшний день здесь все. Больше ничего делать не буду. Единственное, я уже заказал двери и окна. Они сказали, если будет нормальная температура, то мы двери и окна приедем и поставим. Так что такие дела. Также у меня еще утеплитель остался. Лишний, так сказать, заказали. Но мне еще пригодится. Еще буду построечки тут делать. И мои колеса здесь пока валяются. Так что на сегодняшний день вот так. И отсюда у меня будет выход в мой двор. А двор у меня не маленький, я вам так скажу. Так как у меня есть еще гостевой дом. Вот он. Здесь у меня основной дом, здесь гостевой. Вот для гостевого дома я еще хочу сделать баню. Ну, не баню такую, не русскую баню. Типа хамам и саупа. Вот это. Вообще, уже все замерзло. Все. Леса тут у меня валяются. Да, велосипед. А этом все.